Привет всем! Меня зовут Полина, и сегодня я бы хотела поделиться с вами моим новым радостным приобретением органайзером Filofax из серии Lockwood в формате Personal. Пожалуй, многие знают такую английскую компанию по производству органайзеров Filofax. История ее непростая и длинная – около 100 лет. Все началось с 1910 года в США, когда у канадского инженера Джейси Паркера появилась идея заменить тяжелые, неудобные, громоздкие технические журналы персональным органайзером. В свою очередь, эту идею ему помогла реализовать компания Filofax. Позже, в 1920 году, все в тех же США, британский офицер королевской армии Disney увидел персональный органайзер Filofax. И поскольку ему понравилась такая идея персональных органайзеров, он предложил своему другу из Лондона, Уильяму Раунсу, начать производство органайзеров в Англии. Кроме того, Раунс был печатником. Почему бы и нет? Так, в 1921 году Уильям Раунс и его партнер Possen Hill основывают компанию Norman & Hill Ltd. по экспорту в Англию органайзеров Filofax. В этот же период было дано название новым органайзерам, которое звучало как Filofax от английского File of Facts, что переводится как Папка Архив Фактов. Данное название придумала Грейс Скерр, которая на тот момент занимала должность секретаря в компании. И 27 ноября 1930 года Filofax был зарегистрирован как торговая. Во время Второй мировой войны органайзеры Filofax были особенно популярны среди военных. В том числе они были незаменимым атрибутом для всех студентов, учащихся в Королевской военной академии. Однако в 1940 году из-за бомбардировок все помещения и офисы компании Norman & Hill Ltd. были полностью разрушены. Но благодаря скрупулезному труду своей сотрудницы Грейс Скерр, которая записывала всю информацию и контакты компании в свой файл Афакс, который потом забирала к себе домой, все необходимые данные для компании были восстановлены. Впоследствии Грейс Скерр стала полноправным акционером и руководителем компании вплоть до 1955 года, когда она уже вышла на пенсию. В конце 70-х годов для компании начинается новый виток развития. Супруги Дэвид и Лесли Колишон основывают в Великобритании компанию по продаже органайзера Filofax по почте на территории всей страны. В результате этого они становятся самыми большими клиентами компании Norman & Hill Ltd. Через несколько лет, в начале 1980-х годов, супружеская чета Колишон выкупают Norman & Hill Ltd. и переименовывают компанию в период с 80-х до середины 90-х годов. Компания претерпевает некоторый кризис из-за ряда причин и спрос на ее продукцию падает. Не помог даже тот факт, что в 1992 году Filofax приобрел своего конкурента в США Lefax. В 1994 году Filofax приобретает производителя поздравительных открыток Henry, Link & Son. В 1995 году Filofax приобретает подразделение другого своего конкурента Topps of England, который производил персональные органайзеры Macrofile. В 1997 году Filofax выпускает линию новых органайзеров с обновленным дизайном, что позволяет им поднять продажи своей продукции. А в 1998 году калифорнийская компания DayRunner Incorporation покупает Filofax. Предполагалось, что это поможет усилить позиции на рынке обеих компаний. Однако этот союз не оправдал ожиданий и уже в 2001 году DayRunner Incorporation выставил Filofax на продажу. Вскоре Filofax приобретает Charles Letts, производитель ежедневников. И в 2003 году основана компания Letts Filofax Group. Но уже в 2006 году Letts Filofax Group выкупается компанией Partners. И в Великобритании начинается новая рекламная компания под лозунгом Filofax – это способ жизни. Кроме того, в 2011 году Filofax сотрудничает с британским дизайнером модной одежды Элис Темперли, которая создает для компании лимитированную коллекцию органайзеров. Однако же в 2013 году компания HSGP Investments приобретает Letts Filofax Group. Вот так много перипетий и трудностей было на пути развития компании Filofax. И тем не менее, она остается одним из лидеров по продаже персональных органайзеров, выпуская все новые аксессуары и оставаясь символом успеха. Давайте же теперь поговорим о моем приобретении. Когда передо мной стал вопрос, какой из органайзеров Filofax выбрать, то я обратилась к официальному сайту Filofax. С форматом у меня не было проблем, какой выбрать. Я определилась достаточно быстро и выбрала в формате персонал. А вот с дизайном мне пришлось помучаться чуток. И после нескольких дней рассматривания и сладостного мучения, мой выбор пал на Холборн и Молден. Но, как и полагается, в конце концов, я поменяла свое мнение и выбрала органайзер из серии Lockwood в цвете Garnet, то есть темно-красный, гранатовый. Давайте же теперь рассмотрим его. Приходит органайзер по почте, хорошо упакованным, со специальной защитной пластиковой обложкой. Я, конечно, его приобрела несколько недель назад, поэтому я уже все ненужное поснимала, бланки поменяла местами так, как мне нужно и так, как мне нравится. Но это не суть важно, потому что я все сохранила для видео, даже то, что после монтажа я выкину. Сделан органайзер из натуральной кожи буйвола со слегка полированным эффектом, то есть не полностью матовым. Закрывается органайзер с помощью кожаного ремешка со скрытой кнопкой. На передней лицевой части органайзера есть вертикальный карман, достаточно глубокий. И сзади тоже находится вертикальный карман, но уже на молнии, куда вы можете, например, складывать деньги или чеки и прочее. Тоже достаточно глубокий. А сбоку выдавлен логотип файла ФАКС. Высота органайзера 190 мм, ширина 130 мм, глубина 40 мм. А что же в середине? У нас имеется 6 вертикальных кармашков для визитных и кредитных карточек или для чего угодно, что вы придумаете. А также один большой вертикальный карман. В нижнем левом углу выдавлено название органайзера файла ФАКС, ЛОК ВУД, ДЕЛЮКС ЛЕДЕР. Есть черный материал, который защищает кожу от натирания кольцами. Но опять-таки, со временем, даже сразу просматриваются отпечатки от колец. Вот здесь вы можете видеть. Но это совершенно нормально. Так случается со многими органайзерами. Это мы убрали. Все бланки крепятся на 6 колец диаметром 23 мм. Кольца, надо сказать, большие. И это не может не радовать, так как благодаря размеру колец увеличивается и вместимость органайзера. Кольца открываются благодаря нажатию на два конца основы, к которой они крепятся. Достаточно туго открываются, но, думаю, со временем будет проще. Что же касается наполнения. Сначала идет защитная пленка. Потом лицевой листочек черного цвета с интересным дизайном. Дальше у меня идет планер на год, но его я покупала отдельно, так как он не входит в комплект этой серии органайзеров. Бумага наполнителей называется Cotton Cream, то есть такая бежевая. Мне очень нравится такой цвет бумаги. Что мы видим дальше? Нам предлагают зарегистрировать свой файлофакс на официальном сайте. И для вашего органайзера выдадут специальный отдельный номер. В том случае, если вы его потеряете, и когда кто-то найдет, то этот кто-то сможет обратиться в компанию с данным регистрационным номером, и вам вернут ваш органайзер. А герою сулит некое вознаграждение. На обратной стороне листка, верх ногами почему-то, они его сделали, находится окошко, куда вам необходимо вписать регистрационный номер вашего органайзера с контактными данными компании, файлофакс, куда можно обратиться в случае потери или нахождения органайзера. Дальше нам предлагают заполнить анкетный лист, чтобы выяснить наши пожелания в будущем и отправить его по указанному адресу или по факсу. Потом идет напоминалочка о том, что вы можете заказать бланки-наполнители для вашего органайзера на следующий год. В комплект органайзера, кроме всего прочего, входит 6 разделителей. Далее идет сам ежедневник на пяти языках. Календарь на 2016, 2015 и 2017 годы. Потом идет бланк, в который вы можете вписать свою личную информацию на пяти языках. Не знаю, каким критерием они пользовались при выборе языков. Мне, естественно, нужен только английский, поэтому остальные я просто выброшу. Дальше следует список национальных праздников для стран Европейского Союза, информация по странам-членам ЕС с указанием их столиц, действующие валюты, часового пояса и тому подобное. На следующем развороте идет аналогичная информация для других стран мира со списками примечательных данных и религиозных фестивалей. Что касается самого ежедневника, то он представляет собой разбивку недели на дни на двух страницах без наличия каких-либо ежемесячных или годового планеров. Но любопытно, что здесь указываются символические фазы луны. Есть очень удобная линейка-закладка, сделанная из тонкого пластика. После еженедельника идут листочки для заметок. Потом туду-лист, то есть список дел, листочки в линию, листочки в клеточку и непролинейные листочки. Также есть листочки в линию лавандового цвета, зеленого и розового цветов. Также есть список контактов. Достаточно большой, в принципе, но если вам недостаточно, то все бланки вы сможете заказать на сайте. А в самом конце есть пластиковый конвертик кармашек с прорезью вверху, куда вы можете вкладывать свои какие-то документы, проездной билет, студенческий, свой ID и все, что пожелаете. Также у нас есть один большой вертикальный карман, и один небольшой горизонтальный кармашек. Эластичная петля, в которую можно ставить ручку любого размера, так как петля растягивается. Такой вот органайзер, очень хороший по качеству, прослужит вам много лет, очень уместительный, я думаю, никто не пожалеет, если приобретет. надо сказать, что вы смело можете обращаться со своими вопросами команде FileFax на их официальном сайте. В течение нескольких дней они отвечают на ваш адрес электронной почты, знаю по своему опыту. Они отвечают на любого рода вопросы от самых простейших, а есть ли у вас органайзеры такого-то цвета, то где я могу приобрести ваш органайзер в своем городе или в своей стране и тому подобное. Кроме того, вы можете вернуть им органайзер, если он вам не понравился или по каким-либо другим причинам в течение 28 дней. Что еще сказать, если вы любите организовывать свою жизнь, свои деловые встречи, домашние дела, встречи с друзьями и тому подобное, вам важно качество, то файлофакс это ваш выбор. Кроме всего прочего, благодаря разнообразным бланкам и аксессуарам органайзеры файлофакс могут быть для вас и ежедневником, и записной книжкой, бумажником, личным архивом, потому что файлофакс дает свободу файлафакс. Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии, свои вопросы, делитесь своими радостными приобретениями, и увидимся. До скорых встреч! до новых встреч! До встречи! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»